Всем привет! С вами Игорь Бакалов, автор блога BAKALOV.INFO И в этом видеоуроке я хотел бы рассказать о том, как правильно парсить сезонность из сервиса Яндекс.Вордстат. Если вы следите за моим каналом, то, наверное, помните, что буквально на позапрошлой неделе я выложил видеоурок о том, как работать с сезонными запросами, где я рассказывал, как подбирать запросы и как проверять для них частотность. Основным сервисом для проверки частотности, который я все время использовал раньше, это был Google AdWords. Обусловлено это было тем, что снимать сезонность из Яндекс.Вордстата достаточно долго и при этом получаешь большое количество капч. Но буквально на днях мне написал один человек в Фейсбуке, который сказал, что я просто не умею правильно готовить Вордстат. Он поделился со мной информацией, как это делать. Сегодня я поделюсь этой информацией с вами. Основная идея заключается в том, что сервис проверки сезонности Вордстата не любит закопчеванные аккаунты и закопчеванные IP-адреса. В своей работе я использую порядка 70 аккаунтов Яндекс.Директ и 10 приватных проксей. Поскольку и аккаунты и прокси у меня уже достаточно долго, можно сделать вывод, что Яндекс на них своего рода ополчился. Выход простой. Необходимо зарегистрировать один новый чистый аккаунт, с которого вы раньше не сходили ни в Вордстат, ни в Директ и добавить этот аккаунт в программу. Я такой аккаунт уже подготовил. Переходим в настройки, деактивируем все имеющиеся аккаунты, добавляем новый. Дальше идем в настройки Яндекс.Вордстата. Уменьшаем количество потоков до одного. И ставим использовать основной IP-адрес. Смотрите, я поставил использовать основной IP-адрес, поскольку раньше всегда работал через прокси. То есть основной IP у меня не закопчеван. Соответственно, если вы работали все это время с основного IP-адреса, то вам понадобится одна чистая приватная прокси, в которой вы будете работать. Задержки оставляем стандартной от 20 до 30 тысяч. Сохраняем настройки. Как вы можете увидеть, в программе я уже добавил около 6 тысяч запросов. Тематику специально выбрал все ту же подарки. Сейчас количество капч 0. Запускаем процесс проверки сезонности. Процесс стартовал. Смотрим лог. Сейчас 19.51. Стартовал процесс сбора данных о сезонности Яндекс.Вордстат. При первичном обращении встретилась капча. Ждем, пока она будет разгадана. Как видно, в статистике процесс пошел. Сейчас он обещает срок исполнения 2 дня 6 часов 32 минуты. Я поставлю запись видео на паузу и посмотрим, сколько времени уйдет на весь сбор и сколько на это понадобится капча. Итак, вчера я запустил проверку сезонности запросов через Яндекс.Вордстат. И сегодня утром я ее остановил. К сожалению, все запросы проверить так и не удалось. Можно посмотреть лог. Видно то, что процесс сбора сезонности был начин 19.51. 10.08 и 11.08.8.45 он был остановлен. Поскольку с утра у меня не было возможности сразу продолжить запись урока, мне пришлось закрыть программу Key Collector. Поэтому информация о капче здесь не актуальна. Здесь сейчас написано 0. Но можно скопировать полностью весь лог. И посмотреть, сколько капча было всего. Выделяем сообщение «Встретилось капча» и считаем. Всего было 13 капч. Теперь давайте посмотрим, сколько всего запросов удалось проверить. Для удобства используем автонастройку видимости колонок. И в колонке сезонности выберем не пустое значение. Всего проверено 1765 запросов, что составляет около 29% от общего числа. И это с учетом того, что программа работала без остановок 11 часов. То есть в среднем выходит где-то по 160 запросов в час. Скорость, конечно, оставляет желать лучшего, но радует малое количество капч. То есть где-то получалось, что одна капча на 135 запросов. Конечно, тут играет роль то, что сбор информации о сезонности происходил ночью. Думаю, многим известно, что ночью у сервисов Яндекса есть своего рода послабление. То есть капча встречается значительно реже. Можно было бы попробовать ускорить процесс сбора, например, изменив задержки, поставив минимальное значение вместо 20 тысяч – 10 тысяч, а максимальное вместо 30 тысяч, скажем, 15 тысяч. Это позволило бы примерно раза в два ускорить процесс, но все равно все запросы проверить бы не получилось. Такой метод подходит тем, у кого для оценки семантического ядра есть достаточно много времени. Таким образом, если вас по каким-то причинам не устраивает информация о сборе сезонности из Google AdWords, и вы хотите получать эту информацию именно из Яндекс.Вордстата, то таким методом, пускай за длительное время, но с минимальными затратами на капчу, вы можете проверить свое семантическое ядро. Полученные данные можно экспортировать в Excel. Для этого рядом с уклонкой «Старт сбора сезонности» щелкаем на уголочек и выбираем «Экспортировать данные о сезонности». Ждем, когда выгрузится файл. В полученном Excel файле видно, что даже для тех 1700 запросов, для которых удалось проверить Яндекс.Вордстат, что не для всех них существуют данные о сезонности. Дальше работать с данными можно уже в Excel при помощи фильтров. Убираем пустые строки. Получаем информацию по тем запросам, для которых получены данные. Вернемся в программу KeyCollector. Здесь представлены данные о средней частотности и о медиане частотности. Также отображается информация о том, считает ли программа тот или иной запрос сезонным или нет. Информации из этой колонки я бы не рекомендовал доверять, потому что она работает, как правило, не очень корректно. В заключении еще несколько слов по поводу медианы и средней частотности запросов. В настройках программы KeyCollector можно выбирать, за какой период будут считаться эти данные. По умолчанию стоит один год. Можно выбрать последние 3-6 месяцев, либо за все время. Аналогично, если вы собирали информацию по неделям, то можно выбрать за сколько недель считать эти показатели. На этом на сегодня все. Надеюсь, этот урок был для вас полезен. Если вы до сих пор не подписаны на мой YouTube канал, подписывайтесь. Обязательно оставляйте комментарии. Не забывайте нажимать на лайки. Ну и, конечно же, читайте мой блог о SEO. С вами был Игорь Бакалов. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok